Жители Нефтьюганска создали свою команду «Мамонты» по хоккею на валенках и теперь играют каждый вечер в свободное от работы время. За четыре года существования они уже ездили на товарищескую игру с профессионалами в город Излучинск и теперь стараются передать опыт юным нефтьюганцам. Начали играть здесь, на этой площадке и постепенно, постепенно уже привлекаем к нашему виду спорта другие команды. Интересная игра, играем до минус 20 градусов, можно играть, бегать. В 70-е годы в каждом дворе можно было увидеть ребят, которые играли не на коньках, а в валенках. Такая разновидность хоккея была популярна благодаря своей доступности. Для игры не нужно заливать лёд, не нужны коньки и защитная амуниция. Необходимо только расчистить от снега небольшую площадку, надеть валенки, поставить пару ворот, взять в руки клюшки и мяч. Подойдёт любой маленький лучше всего для тенниса. В последние годы многие города России возвращают этот необычный вид спорта. Нефтьюганск не исключение. Для начинающих игроков самым сложно будет удержаться на ногах, не упасть и внимательно следить за шайбой. В этом деле даже с места попасть в ворота задача не из лёгких. Наши хоккеисты убедились в этом лично. Для них на коньках играть привычнее, но, пробовав необычный вид спорта, теперь готовы хоть каждый вечер устраивать соревнования между собой. Мы играли в хоккей-валенках. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам. Первый раз играли? Да, первый раз играли. И как на первый раз вы оцените свои силы? Отлично. Все старались, все молодцы. В дружеской субботней игре победу одержала команда «Мамонты». Второе место заняли нефтьюганские «Медведи» 2005-2007 годов рождения и третьи – тьютеры. Несмотря на множественные падения и упорную игру, участники и болельщики получили большой заряд энергии. Они также призывают нефтьюганцев, пока не растаял снег, взять валенки и устроить необычный дворовой хоккей. Олеся Белова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».